Вот сейчас мы тоже подходим к одному из интересных зданий. Это было очень интересное здание, в котором размещались как жилые помещения на втором этаже, так и различные, которые арендовали частные фирмы. И поэтому здание пользовалось довольно-таки серьезной популярностью. Тоже вот сохранился деревянный дом. Простая пропильная резьба. Вот говорят, что этот элемент, с точки зрения архитектуры, это самый простой, самый привитивный и не представляет какой-либо архитектурной ценности. А вот она здесь, глаз радует. И поэтому я считаю, что люди действительно строили для себя. С тем, чтобы и глаз радовало, и все было практично, удобно и так далее и тому подобное. Сейчас уже, когда речь идет о восстановлении, ну, у них восстанавливается очень мало объектов, чтобы выполнить эту пропильную резьбу при помощи современных электрических и так далее, довольно-таки сложно. Почему? Потому что нужно знать, какое дерево. И при помощи электроломтика, ну, выходил очень много брака. И ребята-мастера, которые этим делом занимались в Центре по сохранению наследия, они говорят, просто вроде бы, ну, попробуй сделать. Еще одно историческое здание. Иосиф Шергов был тоже известным купцом. Но они все известны, если они были давно владельцами. И вот это здание, оно, на первый взгляд, такое неказистое, но мы видим, что оно претерпело ряд изменений. Вот, казалось бы, а взять его и отреставрировать, и повернуть ему первоначальный вид. И тогда этот деревянный дом заиграет своими красками. Но там люди живут, им нужно выдать квартиры, а это миллионы. Нужен проект на создание, на реставрацию этого здания. Это тоже сотни тысяч. Ну, и сама работа, это тоже не один миллион. На это пока у нас в городе нет. Вы обратите внимание, дом-то вот здесь вот, всего ничего. А глянуть туда, он уходит в участок где-то, наверное, в два или в три раза больше. Ну, пиевь, да? Да, он очень большой. Да, то есть, главное, это фасадная часть. А дальше, там бы владельцы, они делали то, что, ну, мягко говоря, хотели. Там были и подвалы, там были и колодцы. Все было замечательно, интересно. О, вот два очень интересных объекта. Ну, один вот это вот называется «Новодел». Но обратите внимание, это, ну, по сути дела, первый в истории нашего города новодел, который отображает на своей фасадной части облик дома, который здесь стоял. Это дом купца Немерова. Валерий Федорович Немеров, помнишь? Да. Наш известный историк-краевед. Он потомок того самого купца. Он был, ну, тоже очень известный, влиятельным. В гласной думе избирался. И самое интересное, он на свои собственные средства открыл свою частную публичную библиотеку. Книги дорогие были, безусловно. Но, тем не менее, он смог найти помещение, найти человека, который занимался, и давал книги даром. Почитать. Это не было никаким образом коммерческое предприятие. Почему? Потому что, ну, была тогда мода. Вот я меценат, я благотворитель. А Немеров был благотворительным таким образом, что создал первую городскую публичную библиотеку. А торговал он чем? Чем он только не торговал. Там был и скот, там была и руда, и так далее. То есть, вот, широкого профиля товарищи. А вот дом, вот видишь, да? Эта часть и эта, он стоял на углу. И примерно он такого формата был, но деревянный. Но сгорел, но деревянный. Застройщик, он здание снесли, а он построил камень. Замечательно. А напротив, знаменитое Акуловское подворье, которое возвышается над Банным озером. Мы с вами смотрели с улицы Петровской. Это великолепное трехэтажное здание тоже имеет свою дату постройки. Там вот 5 июня 1910 года. И Акулов, занимая, ну, буквально половину этажа в этом трехэтажном доме, остальное все сдавал в аренду. Это хорошие деньги. Он тоже занимался бизнесом, торговал и так далее. И когда это здание освободили, всевозможные конторы, в том числе и театр кукол, размещался на первом этаже, можно было заметить и увидеть великолепные камины, которые были в этом здании. Мы с Виктором Кирилловичем Колосовым, ну, мягко говоря, широко раскрытыми глазами, как бы, как бы, пока бы собирались, как бы, как бы, пришли, а камины разобраны, плитки содраны и, скорее всего, где-то у кого-то на даче или в особнячке это все восстановлено. Когда начиналась реставрация этого здания, во дворе, ну, проводили земляные работы, и раз – провал. Да, и что? Это провал, и был обыкновенный погреб. Но погреб, где до потолка я вот руку поднять достать не мог, и в длину он был где-то, наверное, метров шесть. И все это под землей. Это мог быть ледник. Первая идея – здесь, наверное, расстреливали. Исследовали все поверхности кирпичные, никаких следов пуль, и, слава богу, это была обыкновенная хозяйственная постройка, которая необходима была для функционирования этого доходного дома. Здесь размещалась знаменитая чертова могила. А, которую бесконечно закапывали декабристы. А, да, шла, шла по этим оврагам, раздувала, раздувала. Ну, вот эта работа, я считаю, что это хорошая каторда. И физический труд, так сказать, и польза для города. И самое-то главное – здание над Банным озером. Но пейзаж был тогда великолепный. Да и сейчас, вот когда пройдешь по этой лестнике, ну, можно ухватить тот шарм, который был задуман людьми, которые строили эту лестницу. По лестнице спускаешься к Банному озеру. Ну, сегодня к этому болоту спускаться, ну, честно говоря, неохота. Да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!